Спасибо. Ну а себе меня попросили два слова сказать. Я заканчивал Томский политехнический институт. Это мне очень приятно выступить с лекцией в Нижегородском политехническом институте. Это было в 1977 году. С 1978 года я занимаюсь исследованием молдом. Заведовал лабораторией исследованием молдом. Дни высоких напряжений при Томском политехническом институте. С 1991 года работаю в университете Флориды. Ну и вот уже два года по мегагранту или в рамках мегагранта в институте прикладной физики. Российской академии лаборатория физики. Ну вот вкратце о себе. Название моей лекции молния в природе и в лаборатории. Лекция будет конечно на русском языке. Но слайды, которые я буду показывать на английском языке. За что я заранее предоставил свои извинения. Начну я с краткого описания поражающих факторов молнии. И покажу некоторые примеры повреждений молнии различных объектов. Затем поговорим о типах молнии. Какие они бывают и как часто они происходят. Разные типы. Затем искусственное институтирование молнии из настоящих природных облаков. То есть есть такой метод, который использует небольшую ракету. Она запускается в сторону в розовое облако и растягивает тонкую проволочку. Промежутки между облаком и землей. В результате института молнии искусственным путем в известном месте, в известное время. Но из естественного облака. То есть параметры они такие же как у естественного молнии. И далее три примера различных исследований молнии. Включая взаимодействие молнии с подземными кабелями. Мы посмотрим, что происходит с этими кабелями, когда молния ударяет землю на посредственную близость от них. Дальше здесь у меня написано «лайтник оттачен процесс». Это процесс ориентировки молнии и выбора точки поражения на земле или на каком-то объекте на земле. И наконец последнее здесь в этом списке. Это касается экспериментальных оценок энергии молнии на единицу длины канала. Поражающие факторы обычно выделяют четыре. И вот они красным цветом здесь показаны на этом слайде. Первый из них это амплитуда тока. Максимальное значение тока молнии. Второе это максимальная крутизна тока молнии. Или максимальное значение производной тока по времени. Третье это интеграл тока во времени или заряд, перенесенный заряд. И последнее четыре это интеграл квадрата тока. Иногда называется удельная энергия. Удельная, потому что она получается на единицу сопротивления, которое молния видит в точке удара. То есть если мы знаем какое сопротивление заземления, допустим, объектов, которые ударили на молнии, можно вот этот интеграл квадрата тока умножить на это сопротивление. Это будет энергия, которая связана с этим разрядом молнии. Дальше вот примеры. Первый касается амплитуды тока. Здесь мы рассмотрим пример удара молнии фазный провод линии электропередачи. Здесь показана металлическая опора линии электропередачи, траверса и один фазный провод. Для того, чтобы показать то, что я хочу показать, достаточно один нарисовать. Который подвешен на опоре на гирлянде изолятора. Вот это гирлянда изолятора. Происходит разряд молнии. 10 кА. 10 000 А это небольшой ток, это ниже среднего. 95% тех токов молнии больше этой величины. Может быть 100 кА, может быть 150. Вот здесь взято 10. Ну этот ток, он делится как бы на две части. Образуются две волны. 5 кА направо, 5 кА налево. Та, которая бежит налево, набегает на опору. И в результате этого образуется напряжение на гирлянде изоляторах вот здесь. Которое можно посчитать очень легко. Поскольку вот здесь на верхней части изолятора, это подписал земли 0. А на нижней части, там где подвешен фазный провод, можем его посчитать таким образом. Амплитуда тока, 5 кА, умножен на волновое сопротивление. Фазный провод. 4 столов, более или менее, это известная величина. В результате получаем 2 миллиона вольт. 2 мегавольта вот здесь вот появится на этой гирлянде изолятор. То есть большинство линий электропередачи, конечно, не смогут выдержать такой удар. И, в общем, изоляция, она рассчитана, выбирается по рабочему напряжению, конечно. Но даже для линий 500 кВт здесь произойдет перекрытие и, скорее всего, отключение линий электропередачи. Для того, чтобы не допустить прямых ударов фазный провод, используются заземленные защитные тросы, которые подвешиваются выше фазных проводов. В этот случай самый тяжелый, его стараются избегать всеми способов. Ну, а что касается вот амплитуды тока, она в этом случае определяет, какое напряжение появится вот здесь вот на гирлянде изолятора. 5 кА в данном случае определяет. Будет 10, значит, будет в 2 раза больше. Вот эта амплитуда тока влияет на результаты разряда вольт. Следующий параметр. Максимальная крутизна тока. Вот пример здесь справа показан. Часто индуктированы эффекты молнии, связанные с производным током по времени, ну или крутизной, называется крутизной током. Это вот парусная лодка, металлическая мачта, которая соединена с заземляющей пластиной, которая крепится к днищу лодки. Ну и, в принципе, это обеспечивает какую-то молнию защиту, хотя лучше быть на берегу во время грозы. И в двух метрах от мачты находится рамка. Она вообще-то квадратная должна быть. Ну, здесь немножечко у меня на экране растянут, у вас должно быть квадратно. Нормально. Значит, при разряде молнии в мачту создается магнитное поле. И она, значит, магнитный поток, пронизывающий эту рамку, будет наводить ЭДС, эффектодвирующую силу или напряжение, вот, запомнил Парадея, как написано вот здесь вот эта формула, B или B, это плотность магнитного потока. То есть, по-хорошему здесь надо еще умножить, было бы на площадь этой рамки. Ну, расчет сделан на единицу площади рамки. Как вы видите, квадратные метры стоят в неминах групп, вольтах на квадратный метр, вот какое напряжение будет здесь наводиться. Дальше. Плотность магнитного потока, используя закон Ампера, можно написать термин тока и расстояние. Расстояние мы знаем, это 2 метра вот здесь. Считаем, что рамка маленькая, так что плотность магнитного потока не меняется существенно в пределах рамки. И, значит, ток вот здесь он показан. Ну, конечно, производная, поскольку была производная плотность магнитного потока. Производная тока, это и есть самая крутизна, о которой мы сейчас говорим. И значение, которое принято в расчетах на этом слайде, 100 кА на микросекунду. Это реальное значение, такие крутизны встречаются в разрядах молнии достаточно часто. Теперь, если вот мы поставим для расстояния 2 метра, для производной тока 100, результате получится 10 кВт на квадратный метр. Вот такое напряжение и АДС наведется в этой рамке на единице площади. Теперь предположим, что площадь в этой рамке 10 на 10 сантиметров. Это сравнимо с размером печатной платы такого-то электронного устройства. В этом случае наведется 100 вольт. То есть, если 10 кВт на квадратный метр, то вот для такой площади это будет 100 вольт. Более чем достаточно для того, чтобы повредить действительно электронные компоненты, для которых в большинстве случаев даже несколько вольт достаточно, чтобы вывести их из строя. Вообще-то была максимальная крутизна. Третье. Заряд. Термические эффекты молнии, они в основном связаны с перенесенным зарядом. Ну и в качестве примера здесь показана верхняя часть штыря, которая была установлена на Останкинской башне в Москве. Вот он там стоял много лет. Сколько больше лет он там стоял, я не знаю. Но вот его сняли. И вот здесь можно видеть такие кратеры, как на поверхности Луны. Это все следы молнии. А проплавление в результате воздействия молнии. Ну а самая верхняя часть, вот здесь вот кончик конический, он вообще отсутствует. Расплавился в результате молнииных разрядов. В молнии, как мы увидим дальше, есть импульсные компоненты тока, а есть затяжные, медленно меняющиеся. Вот обычные термические эффекты, они связаны ни с импульсами компонентами, потому что они короткие. Когда ток интегрируешь, короткий временной интервал, получается интервал не очень большой. А затяжные токи, они гораздо больше длительности имеют, и хотя бы меньшую амплитуду, в результате заряды большие. Вот это термические эффекты, связанные с зарядом молнии. Ну и последнее, это удельная энергия, или интеграл квадрата тока по времени. Вот эффект, показанный на этой фотографии, это дуб, который ударила молния, ну и содрала с него кору. И вот такой эффект, взрывной или разрывной эффект, он связан с удельной энергией, или вот с интегралом квадрата тока по времени. Что здесь происходит? Ну молния, как явление электрическое, она ищет путь наименьшего сопротивления, а для дерева это обычно между корой и древесиной. Вот там, где больше всего влаги, туда вот молния и проникает. И когда ток молнии протекает между корой и древесиной, эта влага вся испаряется быстро, давление вот этого пара вызывает такой вот взрывной эффект. Ну и последний пример, так напрямую не связанный с теми поражающими факторами, которые я перечислил раньше. Вот этот дом недостроенный в Нью-Мексико, ну неплохой дом, вот два этажа, тут веранда есть, камин, труба. И несчастью для хозяина этого дома произошел разряд молнии в этом доме. До того, как успели его достроить, в результате картинка получилась такая. Ну, был пожар вызван этой молнией, и дом просто-напросто сгорел. Осталась одна труба. Ну если посмотреть на ландшафт, в Нью-Мексико, пустыня, и, в общем-то, высоких объектов нет. Этот дом, видимо, был доминирующим объектом, и молния неудивительно выбрала его в качестве точки движения. Типы молнии. Каждую секунду на Земле происходит несколько десятков разрядов молнии. И эти разряды распределены по территории земного шара очень неравномерно. То, что вы видите на экране сейчас, это карта молниевой активности, построенная по данным оптических регистраторов, установленных на спутниках. Эта самая молниевая активность, она здесь выражена по разрядах на квадратный километр в год. Так называемая плотность разрядов. И закодирована разными цветами. Например, вот черный цвет, это более 50 разрядов на квадратный километр в год. А вот такой темно-фиолетовый здесь, где-то между 0,1 и 0,2 разрядов на квадратный километр в год. Самые высокие уровни, где-то здесь практически Африки, Флорида, где я живу, где-то примерно 40 разрядов. И можно посмотреть в других регионах такая грозовая деятельность. Серый и белый цвет, это очень низкие уровни молниевой активности. Вот они здесь указаны внизу. С помощью оптических дикторов на спутниках в общем невозможно различать типы разряда. Мы собираемся говорить о типах разрядов. Они регистрируют все разряды, какие они видят. И для молниезащиты, конечно, основной роль, основной интерес, главный интерес представляет разряды на земле. В среднем для всего земного шара они составляют примерно четверть всех разрядов. На следующем слайде можно схематически увидеть разные типы разрядов. Может быть внутриоблачный разряд между отрицательными положительными зарядными областями внутри одной грозовой леченьки. Может быть межоблачный разряд между положительными отрицательными зарядами в разных соседних грозовых лечениях. Может быть вот такой разряд незавершенный. И вот все вместе они называются облачные разряды, 75% среднего состава. Оставшиеся 25% разряды на землю. Ну и в дальнейшем мы будем говорить только о разрядах на землю. Они тоже распределены по территории крайне неравномерно. Вот для примера для Соединенных Штатов, там есть национальная система местоопределения молнии. Вот по данным, полученным за 15 лет, она регистрирует разряды на землю. Здесь только разряды на землю. И результаты показаны в виде карты. И разные цвета соответствуют разным уровням плотности разрядов земли. Самый высокий уровень светло-фиолетового цвета более 14 на квадратный километр в год. Во всем случае плотность зарядов были обычной на квадратный километр квадратный в год. Во Флориде. И здесь, вот здесь небольшие районы. Самый низкий, вот серый гидраковой цвет, это побережье Тихого океана. Меньше чем 0,1, больше чем 4. Огромная разница. Разряды на землю. Делятся на 4 типа. Вот все 4 типа схематически показаны на этом слайде. Вот в правой верхней части нисходящие отрицательные разряды. Этот тип нисходящий положительный разряд. В правой части оставшиеся два. Это восходящие отрицательные и восходящие положительные. То есть, или это восходящие или нисходящие, зависит от того, в каком направлении развивается начальный процесс, который мы называем лидером. То есть, вот здесь слева стрелочки показывают здесь и здесь. Развитие вниз. Ветвление канала вниз. Это нисходящие разряды. В этом случае они переносят отрицательный разряд на землю. В этом положительный разряд на землю. Нисходящий отрицательный, нисходящий корень. Здесь восходящие разряды начинаются от заземленного объекта, развиваются вверх в сторону облака. Какие разряды могут происходить, если есть очень высокий объект, такая башня или высокая труба. Или не очень высокий объект, но на горе. Поэтому этот тип разряда, восходящий, он не включен в пропорцию, которая здесь указана, 90 и 10. Считается, что 90% это нисходящие отрицательные, 10% нисходящие положительные. Ну, а все остальные специальный тип, только при определенных условиях они возникают. Отрисательный разряд. Вот самый типичный, самый обычный нисходящий отрицательный разряд. Что туда входит? Сематично показаны на этом слайде три панели. Слева это фотография, которая получена обычной стационарной камерой. Канал на землю, ветвление вниз, указывает не то, чтобы нисходящий разряд. Здесь фотография с временным разрешением. Время слева направо. Ну и вот эта вот панелька здесь внизу, это соответствующий ток. Отрисательные разряды на землю обычно состоят из нескольких компонентов, которые проходят по одному и тому же каналу. В данном случае показано три компонента. Они пронумерованы. Один, два, три. И каждый из этих компонентов, в данном случае каждый из этих трех, включает в себя два процесса. Первый называется лидер, развивается из облака в сторону земли. Вот эта стрелка показывает направление. Второй называется возвратный удар или главная сталь. По-русски главная сталь часто употребляют термин. Развивается от земли вверх. И функция лидера зарядить канал, функция это возвратный удар, разрядить его. То есть как последовательность лидер, возвратный удар, заряжает, разряжает канал. То есть первый раз здесь, второй раз, третий. То же самое, последовательность лидера и возвратный удар. Первая обычная литвица по спальтону раздирается в колонном воздухе. Последующие обычно лидер нет, потому что уже по прогрессам правильно. Ну и каждый возвратный удар связан с импульсным током. 10 км, 20-30 км, вот типичные значения. Может быть 100-150. Ну и бывают затяжные токи. Вот здесь показано небольшой амплитуды, но длительные. И соответственно такая затяжная светимость на оптической картине. Временные интервалы между компонентами типичные 60 миллисекунд. 60 миллисекунд. То есть глазом различить невозможно. Иногда видно, что канал как-то немножечко фруктуил светимость. То побольше, то поменьше. Вот это как раз индивидуальный компонент. Там было показано 3. Средний от 3 до 5, может быть 10, может быть 15, может быть 20. Значит здесь у меня видеоклип для отрицательного нисходящего разряда. Просто для примера. Вот они, 3 канала прорастают сверху. Бетвятся. Чем дальше, тем больше. Ну в конце концов один из них должен прибыть на землю. Какой пока не очень ясно. Ну этот уже куда-то в сторону пошел. Но видимо ожидать ничего не приходится. Вот если я здесь остановлю. Какой? Левый или правый? Наверное сказать нельзя. Но давайте посмотрим дальше. Оказался левый. Это вот нисходящий отрицательный разряд на землю. Восходящий разряд. Как я сказал, для них требуется высокий объект. Вот здесь показана башня. И схематический тот же самый формат, как и раньше. Обычная фотография, кумулятивная. Дальше оптическая картинка с разверткой во времени. И соответствующий ток. Так же, как и раньше. Ну вот на статической картинке в данном случае просто один канал. Ничего больше нет. На развертке будет восходящий лидер. Обычно положительный. UPL это восходящий положительный лидер. Дальше есть какая-то затяжная светимость. И соответственно затяжной ток. У нас в слаграме тока сбудет. Дальше будет бестоковая пауза. И в принципе разряд может здесь закончиться. Но в 25-50% случаев после того, как задержанный ток заканчивается, бывают еще лидеры и возвратные дары. Точно такие же, как и для восходящего. Лидер заряжает, возвратный дар разряжает. В данном случае показано два. Может быть больше. Иллюстрация для восходящего номера. Значит, это конкретная запись. Три панели здесь. Здесь слева внизу кумулятивная картинка оптическая. Это просто с видеокамерой. Значит, наслоили все кадры. Вот так вот получилось. Ну, ветвление явно вверх. Это был восходящий разряд. Сама башня вот здесь находится. Ну, и довольно сложная картинка в закупках намешана. Здесь это будет видеоклип. Будем его смотреть. А это слаграмма тока. Там они установили токоизмерительное устройство на башне и измерили тока. Ну, вот этот начальный затяжной ток показан здесь. И мы увидим, что все каналы, которые мы здесь видим на кумулятивной картинке, они сформируются в самом начале воздушного. Потом позднее пойдут импульсы. Большие, до 20 км, до 10000 ам. Они в основном будут в левом канале. Потом будет медленно меняющийся ток, который тоже будет в левом канале. Мы его видим. И в конце будет еще один импульс, который подзавелся. Ну, посмотрим, как это будет выглядеть. Вот, значит, начальная стадия. Все каналы здесь сформировались. Дальше. Вот мы где-то здесь сейчас находимся. Пошли импульсы. Вот эта вот часть. Пошли импульсы. Дальше импульсы закончатся. И будет такая медленно меняющая ток. Сейчас мы находимся здесь, на этой части. Потом это все должно затухнуть практически до нуля. В конце, выкупаем, выкупаем. И в конце еще один импульс. Есть. Это восходящий разряда. Положительный разряд. Разряды, которые переносят положительный разряд на землю. Они достаточно редкие. Считается, что 10% от всех разрядов переносят положительный разряд на землю. В последнее время они привлекают особое внимание по целому ряду причин. В частности, положительные разряды, они связаны с максимальными токами, которые когда-либо измеряют. До 300 кА. Для отрицательных больше 200 не измеряли. Для положительных до 300. И очень большие перенесенные заряды. До сотен кулок. Очень большие. Кроме того, положительные разряды не могут при определенных условиях быть большинством. В целом, в среднем, они 10%. Но когда гроза находятся в стадии диссипации, их может быть большинство. Это будет в 100 рублей. Или в холодное время года. Зимой, когда бывают гроза, не могут приобретать. Ну и кроме того, так называемые спрайты. Это разряды, которые происходят в промежутке между верхней границей облаков и нижней границей аэносферы. На очень больших высотах, называемые спрайты. Они связаны с положительным разрядом. У меня здесь два примера. Я сначала левый покажу, потом правый. Обратите внимание на шкалу высот здесь. Это высота над уровнем моря. Километр. Нет, я думаю, это над землей, но все равно. 50 километров, 60 и 100 километров. Облака практически никогда не бывают выше 20 километров. То есть это далеко за пределами верхней границы облаков. Значит, здесь их будет три. Почти одновременно. Вот посмотрите, как фейерверк. Справа то же самое. Здесь шкала высот. В данном случае будет два спрайта. Небольшим временем. Вот так они выглядят. Это положительные разряды, которые были на землю, на гораздо более низких высотах, вызывают вот такие светящиеся процессы, выше верхней границы облаков. Теперь триггерная молния. Триггерная молния называется вот как раз та молния, которая инисируется искусственно, но из естественных облаков. Вот сформированных, естественных путей. Здесь, на этом слайде, показан принцип этого метода. Используется небольшая ракета. Я дальше покажу фотографию. Настоящие ракеты, которые используются для этого. Эта ракета растягивает очень тонкий провод. Ну и целых две десятых миллиметра я. И когда длина этого провода составляет 200-300 метров, примерно, вот вытягиваясь на 200-300 метров, это, как раз и достаточно для усиления электрического поля в верхнюю краю пола. Ну или уноса ракеты. Вот эти компетенциальные поверхности, которые здесь показаны, как раз и говорят о том, что электрическое поле здесь усилено. Ну и если поле превышает критическое значение, будет развиваться электрический пробой, и распространяться вверх, в сторону облака. То есть, как примерно и восходящий клубок, который раньше мы обсуждали. Разница только в том, что в этом случае вот эта тонкая проволочка, она взрывается под действием тока, который питает этот восходящий вид, и замещается плазменным каналом. Ну а в случае башни, башня, конечно, просто не случится. Это последовательность событий в триггерной молнии. Вот ракета пошла вверх, и проволочка вот здесь подсоединена к раземленному пусковому устройству. Ну вот здесь показано 300 метров длина провода, достаточно, чтобы начать электрический пробой, лидер положительный в случае отрицательного заряженного облака. В конце концов, он входит в облако, устанавливается затяжной ток, как электрическая дуга, если это сотен ампер между облаком и землей, ну или пусковая установка в данном случае. Потом бестоковая пауза. Вот эта пунктирная линия означает, что канал не светится, и ток практически не протекает. После этого обычно бывают, в более чем 70% случаев, последовательности лидера и возвратный удар. Такие же, как и естественно, мы обсуждали раньше. Лидер заряжает канал, отрицательные заряды показаны, а возвратный удар, воспространяясь вверх, и не пронизирует отрицательные молнии. Ну и, конечно, для исследованной молнии, эта часть наиболее интересна, поскольку она воспроизводит, естественно, много достаточно хорошо. Две фотографии, триггерные молнии, это два разных разряда, не один и тот же. Это на большом расстоянии, это вблизи. От поверхности земли до верхней границы фотографии 400 метров. 200 метров где-то здесь примерно. Вот это прямой канал показывает, какой длины была проволочка в момент, когда она взорвала. Ну, а такой звилистый канал это распространялся, развивался естественно. Это вблизи, примерно 10-15 метров длина канала здесь. И ветер дул слева направо, и каналы последующих компонентов смещались в пространстве. Значит, вот это момент, когда проволочка взорвалась, это вот затяжной торт, а дальше вот эти последовательности лидерам обратного дата. Триггерные молнии. Эксперименты с Триггерной молнией проводились в разных странах в разное время. Здесь в этой лекции я буду только говорить о Триггерной молнии на полигоне Кэнплендинг, вот смотрите, который принадлежит в данное время, ну, не принадлежит, арендует, паризский муниверситет занимается исследованием этого полигона. Это спутниковая фотография полигона, примерно квадратный километр занимает этот полигон. Ну, здесь находятся взлетно-покладочные полоса, которые использовались при проверке на молния стойкость покладочных огней где-то в покладочных полосах. Ну, некоторые другие объекты, которые здесь плохо видно. Вот это, может быть, я больше расскажу об этом. Это вот Флорида, здесь Мексиканский долин, Флантический океан, вот этот красный кружочек, это место, где находится полигон. Тот же самый полигон, просто схематически показано, что там есть. Я уже назвал взлетно-посадочную полосу, вот она находится здесь. Пусковая установка на платформе 11 метров над землей на башне вот здесь находится. Дальше я покажу фотографию, его будет видно. Подземный, подземно-пусковая установка находится здесь. Целый ряд объектов, которые испытывались. Две линии электропередачи, примерно 800 метров на каждое. Подземный кабель тоже, это 800 метров. Тоже я покажу, что с ним не один кабель, а три кабеля. Покажу, что с ними происходит, когда молния ударяет в землю над кабелями. Испытательные объекты. И поскольку это молния полномасштабная, необходимо иметь места на полигоне, где персонал может чувствовать себя безопасность. Один, место, два. Один находится вот здесь. Launch Control, это вагончик, где находятся все культурные управления. Ну и вот офисные здания. Они защищены от молнии. И в общем, я покажу фотографии, которые иллюстрируют, что это перестраховка не случайно. Вот так выглядит ракета для инвесирования молнии. Один метр, это большая ракета, пластиковая. Катушка с проводом, здесь вот находится. пусковая установка на вершине 11-метровой башни, которая, я помню, находится здесь. И линдер на передаче, которую испытывали вот они здесь находятся. Это вот иллюстрация, что молния иногда ведет себя не так, как предполагается. В этом конкретном случае ракета запускалась вот с этой пусковой установки и предполагалось, что канал молнии как раз вот будет здесь. Провод оборвался, тоненький провод. И в результате разряд молнии произошел в линию электропередачи несколько сотен метров от того места, где должна была быть точка уда. Тут красивый такой ленточный вид, опять же, из-за века. В общем-то, многие разряды молнии естественно, невидимые имеют такой вид, если находятся не очень близко. Может быть, лучше меня. Еще на ту же тему. В этом случае пусковая находилась на взлетно-посадочной полосе вот здесь на поверхности земли. Это вот был разряд молнии. Здесь находится огоньчик, где находился персонал, в том числе и ассоциаранты, которые очень основная огоньчик всего наших экспериментов. И вот одна ветвь канала, она вот оказалась здесь. И в общем, был, по сути дела, разряд молнии в этот самый огоньчик, где он погрузил. Ну, люди даже этого не почувствовали, не знали, потом, как мы смотрели на полонку, увидели, что такое произошло. Ну, подтверждают, что мы защитили взгляну правильно. И вообще, по сути дела, когда имеется металлическая структура, ток молнии протекает по внешней части, в общем-то, все, что находится внутри, оказывается защищено. В качестве иллюстрации покажу этот слайд. Это эксперимент с триггерной молнией, но не во Флориде, а в Японии. В их случае, катушка с проводом не крепилась к ракете, а вот она подвешилась здесь, вот эта катушка с проводом, примерно 10 метров над землей. Разряд молнии был инициирован, то есть, искра проскочила отсюда от катушки в автомобиль, в автомобиле внутри находился живой кролик. Значит, разряд был в антенну радиоприемника, она, конечно, расплавилась, но молния нашла свой путь в землю, конечно, было перекрытие по колесам, колеса резиновые покрышками, никакая без защиты, если 10-метровый воздушный промежуток пробел, ничего плохого не случилось, это уже эффект клетки Фарадея, если это металл, есть путь для молнии, то, что находится внутри, можно считать, что это безопасно. Дальше у меня два видеоклипа триггерной молнии во Флориде, вот это первый, пусковая установка здесь, это вот платформа один с метров над землей, раньше я показывал эту башню, по звукам ракета пошла вверх, вот и всем он быстро там все возглавятся, успешный запуск, поскольку не каждый пуск ракеты приводит консервирование где-то где-то 50 до 75% вероятность это еще один пример, в этом случае расстояние побольше и использовалась мобильная пусковая установка, она находится здесь, не сработала нет, не дать, можно приезжать, нет, не хочет, ну ладно, мы переходим дальше, вот это пусковая установка мобильная, которая как раз на предыдущем слаге должна сработать, не сработать, осталось у меня три позиции в повестке дня, некоторые результаты эксперимента и начну я с взаимодействия молнии с подземными кабелями. Этот эксперимент проводился в 93-м году, это был как раз самый первый эксперимент на полигоне Камблани в Афлориде. Три кабеля я уже упомянул, вот они показаны здесь, A, C и D, три кабеля, они были зарыты на глубине 1 метр примерно и на расстоянии 5 метров друг на друга. Пусковая установка была на поверхности земли и могла перемещаться перпендикулярно этим кабелам по молнии инжектироваться в землю на разных положениях по отношению к этой кабели. Кабели были стандартные кабели 15-пиловой силовые кабели были разной конструкции факсиальной то есть центральный проводник и нейтраль разделенные изоляции полиэтиленную изоляцию. Разная конструкция. Кабель который в середине C он имел голый нейтраль. То есть нейтраль была неподкредственность соприкосновения к земле. Кабель который обозначен здесь B он имел изоляционные покрытия. точно такой же как C но только еще была изоляционная покрытия то есть нейтраль не была контакта с землей. И наконец A был такой же как B только еще внутрь пластмассовую кругу его положили. Мы хотели посмотреть но там где говорится нейтраль голая мы будем наверно неравном 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 проблеме. Но когда вот изоляцию добавили мы говорим может это как-то повлиять. Ну примерно 30 разрядов молнии были инвестируемы в 93 году. К сожалению после каждого разряда нельзя было узнать что там произошло с этими кабелями. Но следующий год были раскопки и то что обнаружено показано на следующих двух слайдах. Вот это кабель C который в середине был голой нейтральной. Естественно молнии его нашла потому что прорудники были расплавлены и изоляция повреждена. Это кабель B, который был с изоляционным покрытием. Он как раз оставлен там где он был примерно 1 метр ниже поверхности земли. Повреждения серьезные. И вот здесь можно видеть то что называется фульбурит. На полигоне почва песчаная и когда молнии пропыхает через песок значит он делает такие стеклянные трубки. При расплавлении песка получается стекло но за счет высокой давления в канале образуется вот в центре такая полость. поэтому получался труб вот в данном случае примерно метр для дела. Ну наконец последний кабель который был в пластмассовой трубе не спасла его труба и оказался поврежден. Здесь часть фульгурита тоже видна он был конечно до самой дырки проплавленной но не удалось его сохранить фульгурита очень легко разучается. Ну раз я заговорил о фульгуритах покажу еще этот слайд это был совершенно другой эксперимент это был 96-й год и это была аномальная триггерная молния которая не попала в пусковую установку попала в землю. поскольку там были везде видеокамеры точка удара была известна поставить туда флажок но позже сделали раскопки вот результаты раскопок видны здесь поверхность земли где-то тут и вот это фульгурит длиной примерно 5 метров несем самый длинный выкопанный фульгурит в мире фульгуриты они в общем показывают что канал молнии который развивается воздух может продолжаться и в грунте кроме того каналы молнии могут развиваться по поверхности земли вот это пример здесь показывают кстати говоря не с флористского полигона а из Алабамы там тоже была программа по трейдерным молниям в течение двух лет вот что они наблюдали здесь основного канала молнии не видно пусковая установка здесь стоит на земле на поверхности земли а пусковой установки крепился 11 метровый металлический штырь то есть молния она попала в этот штырь за пределами вот этой фотографии здесь вот дымопракеты проволочки то что осталось когда она взорвалась медной ну и каналы вдоль поверхности земли прорастают и вот топ который прорастает направо примерно 10 следующая тема о которой мы поговорим это ориентировка молнии и выбор молнии точки поражения на земле или на пораженном объекте это один из очень важных аспектов молнии важных для молнии защиты и один из наименее изученных несмотря на все усилия обычно при изучении ориентировки молнии используется так называемая электрогеометрическая модель или электрогеометрическая методика ИГР электрогеометрическая модель или не согласно этой модели все объекты каждому из объектов или это молния отвод или это защищаемый объект и даже поверхность земли каждому из них приписываются зона захвата ну вот в данном случае показаны две башни ну и предполагается что поражаться будет вершина в каждом случае поэтому зоны захвата они сферические одна зеленая показывает и вторая у меня они не очень сферические они все сферические для земли это горизонтальная плоскость вот в данном примере предъявят две башни повыше и пониже земля и размеры этих зон захвата вот они обозначены радиус сферы или высота плоскости на поверхности земли это расстояние поражения так называемое расстояние поражения в некоторых модификациях этой методики для земли и для объекта используются разные значения расстояния поражения здесь для упрощения одной и той ну вот приписали поверхности поражения дальше предполагается что выше всех этих поверхностей поражения разряды молнии распределены равномерно невозмущенная плотность разряда земли вот эти красные стрелки показывают нисходящий лидер они развиваются вниз в нет модификациях допускается отклонение от вертикали это не важно ну дальше на какую поверхность захвата попадает лидер то к объекту будет поражать допустим вот этот лидер на этой поверхности захвата ну естественно вот эта башня будет поражена а если вот этот он попадает на эту значит более низкой башни его перехватят ну вот этот и этот они попадают в зале это в принципе полетри диаметрическом так все казалось бы просто но радиус зоны захвата зависит от интенсивности молнии интенсивность молнии обычной молнией защиты характеризуется пиковым током для амплитуды тока молнии ну поскольку он предусловно молнии варьирует примерно на порядок увеличения даже два порядка увеличения от 2 км на 200 км поэтому такую процедуру надо проводить для каждого метода и интегрировать по всем методам в результате можно например определить с помощью этой методики число прорывов на фазный провод на линверной передаче и наличие троса используется одна из модификаций этой электрогеометрической модели так называемый метод катящейся сферы в этом случае задается сфера с радиусом равным этому расстоянию поражения то же самое что в следующем слайде и дальше эта сфера этой сферой обкатывают все объекты которые есть и молнии отводы и защищаем объекты в данном случае два объекта один вот такой типа здания второй вот такой выкинутый типа трубы ну если вот эту сферу катить все места где сфера коснется к этим объектам надо защищать от молнии молнии может туда попасть а те места и поверхности допустим вот здесь вот боковая поверхность трубы или вот это боковое поверхность здания сфера не касается значит они защищены частичным образом для них специально устанавливать молнии отводы этот метод используется для установки молнии отводы на различных здания в этом случае допустим в американском стандарте туманной защиты NFPA 708 это американский стандарт туманной защиты расстояние поражения рекомендуется 46 метров это соответствует я уже говорю это расстояние связано с токомного с интенсивностью соответствует 10 килограмм то есть вот это из практики известно что если это сделать для 10 метрового тока то это работает достаточно надежно в общем-то чем меньше ток тем труднее делать новую защиту и для всех кто выше вот этого конверного уровня защита будет обеспечена если испортить 1-6 сфера две анимации я хотел показать если они будут работать я уже стал сомневаться значит в данном случае это будет хотящаяся сфера которая использовалась при оценке эффективности молнией защиты в космическом центре Мухенбурга для пускового комплекса шаттла и в этом случае 45 метров был радиус близко к тому что рекомендуется стандартно по поводу свечок без пиланкет да, работает вот сфера капится вот там стоит шаттл уже на пусковой а вот эти провода которые вы видите это молния защита как раз там есть изолятор 20 метров на вершине башни и два провода 300 метров длиной они не будут приземляющими спроси вот такая была защита сейчас сделано по-другому ну и давайте еще раз посмотрим конечно же эта сфера касается всех элементов шаттла конечно не защищает как выяснилось результат этого проекта Карл Смартман и бывший аспирант и было показано что защита обеспечивается только если ток молнии принят равность 170 кг в этом случае радиус сфера 282 метра не сорок а 282 и вот посмотрите как эта сфера покатится она остановится на какое-то время вы увидите есть промежуток вот здесь видите не коснулась она шаттла от таких больших токов защита есть от малых нет поэтому в данный момент программа шаттла свернута но пустой комплекс существует для других аппаратов и он сделан по-другому с этими башнями и в большем количестве защитных просм ну вот электрогиметрический метод или электрогиметрическая модель в общем-то простая мерная по своему характеру указала все просто если бы не одно дно не очень хорошо известно каким должно быть это расстояние поражения здесь на этой картинке показано расстояние поражения функции пикового тока максимального тока по данным разных исследований то есть это все путем модельных исследований лабораторных экспериментов и множественных так сказать подгонок осуществлялось и данные очень сильно разнятся примерно в три раза то есть достоверная информация о том каким должен быть расстояние поражения ну вот в международном стандарте по молнией защите аэси принята вот такая формула которая соответствует кривой 3 где-то на посредине верхней и нижней границе ну а для катящейся сферы я уже говорил по этой формуле получается 10 км соответствует 45 км ну и значит одна из задач исследования молнии естественной или пригерной а также длинных искр лаборатории является уточнением расстояния поражения ну и хотел я здесь показать не знаю как еще есть время показать некоторые результаты я уже сказал что вот этот процесс по сути делая этот процесс когда молния решает окончательно о своей точке поражения или точки поражения какого-то объекта этот процесс очень короткий это по сути делает переход от лидерной стадии к возвратному удару или главной стадии и впервые этот процесс удалось разрешить получить оптические регистрации достаточного разрешения только в 97 году было это сделано для результата симметически показаны на этом слайде временная шкала в наносекунду ноль соответствует как раз начало возвратного удара то что отрицательные времена это лидерная стада то что положительные времена это возвратный удар ноль переход лидер главный стадий шкала высот 50 метров то есть это это еще раз временная схематическое изображение оптической картинки разрешением во времени нисходящий лидер показан здесь стрелка вниз с увеличением времени он появляется ниже и дниже и где-то 400 наносекунд до возвратного удара появляется встречный нисходящий лидер самостоятельно решает вопрос о точке поражения помогает восходящий лидер он начался в данной случае 400 наносекунд до возвратного удара он выставляется вверх вот здесь они встретились это точка контакта дальше возвратный удар вообще распространяется как вверх так вниз то что вниз быстро отражается в результате образуется одна волна ведущая вверх ну вот такие детали этого процесса постранство разрешения было 3,6 метра временное разрешение 100 наносекунд использовав скопоэлектрическую систему я не буду подробно рассказывать о нем это был эксперимент на нашем полигоне который проводил Дафон Гонг из Японии в 1997 году через 15 лет он снова приехал на полигон в другую совершенственную оптическую систему и набрал дополнительные данные о расстоянии поражения вот если мы вернемся к этой картинке на секунду в принципе из этой картинки можно определить расстояние поражения вот этот восходящий считается что видер нисходящий находится на расстоянии поражения в тот момент когда стартует восходящий восходящий стартует в этот момент постановим педикуляр за пересечением с этой линии начнет это будет высота нисходящего видера в момент когда восходящий стартовал отсюда до сюда это расстояние Панамайи в 2012 году набрал приличную статистику, 14 разряда было классическое тегерное Моно и 7 разряда Панамайи они все показывают красной вот этой вот кривой и разноцветными вот этими значками, переводнички, кружочек, квадратик, вот это вот все его да, вот статья 2014 года в этом году. А для сравнения вот эта синяя кривая это как раз то, что в стандарте международной умомной защите рекомендуется в качестве зависимости расстояния поражения от тока Моно, горизонтальная шкала от тока Моно. И как видно очень большая разница. То есть то, что он экспериментально определяет гораздо ниже, чем то, что рекомендуется стандартно. Это вот с одной стороны. С другой стороны, в последнее время для светлой Моно широко используются скоростные видеокамеры, с помощью которых тоже можно определять расстояние поражения. Вот один пример с нашего полигона. Здесь вот два кадра такой скоростной видеозаписи. И каждый кадр показывает как позитив и негатив. Здесь вот он только входит в зону видимости, нисходящий лидер. А на этом кадре, это одно и то же, то есть позитив и негатив, 25 метров это длина нисходящего лидера, а восходящий уже стартовал. То, что в промежутке разрешение не позволяет. 20 микросекунд. 16 метров и восходящий лидер. Если предположить, и есть для этого основания, что нисходящий и восходящий лидер, которая с одной и то же скоростью, можно получить расстояние поражения. И это было сделано на основании подобной записи. Результаты показаны здесь, на этом слайде. Расстояние поражения в метрах на вертикальной шкале и максимальный ток или амплитуды в киломперах на горизонтальной шкале. Красные кружочки это то, что вот со скоростной видеозаписи. А синяя крива это опять рекомендация международного стандартного уменьшения. Как видите, результаты здесь совсем другие. И оказывается, что многие экспериментальные точки, они оказываются выше, чем то, что рекомендационно стандартно. То есть много остается неясного и окончательно этот вопрос не решен. Ну и для того, чтобы улучшить эффективность изучения процесса ориентировки молнии и выборной точки поражения, используются также длинные искры. Вот здесь один пример. Результаты высоковольтного полигона Всесоюзного технического института, и выстрел под мостой, это были две разные искры, 5,5 метра длиной. Здесь потом видно нисходящий лидер, белым видно хорошо. И это восходящий лидер. То, что другие свечают, это просто интенсивное свечение заходировано светом. Это вот то, что называется сквозной фаза. В этом случае уже нисходящий и восходящий соединились. Здесь вот есть петля для раздвоения канала, которая наблюдала себе естественно много. Это фотографии естественно много в Финляндии. И вот такого же сорта раздвоения, которое было искры. Совсем свежие данные тоже из Истры. В этом случае была полутораметровая искра. И всего лишь два кадра были зарегистрированы. Выдержка 100 наносекунд для каждого из двух кадров. И время, или временной интервал между кадрами, 2 микросекунды. И хорошо видно вот нисходящий канал, уголовка лидера, стримерная зона, восходящий лидер, уголовка, также стримерная зона. Стримерная зона уже в контакте, так называемая сквозная фаза уже началась. Следующий кадр, 2 микросекунды позднее, уже сплошной канал, два лидера. Ну и последнее. Всего лишь у меня три слайда для того, чтобы рассказать об экспериментальных акцентах энергии молнии и длинных каналов. Первый слайд это фотография экспериментальной установки. Эксперимент проводился с участием Мегуму Бики из Японии. Здесь он привез так называемые датчики Копельса, присталы, которые именуют индексы рефракции в зависимости от электричества поля. Датчики не содержат материальных частей, поэтому они могут измерять электрические поля очень близко от канала разрядки. В данном случае, вот это был штырь, объект, который должна была ударить триггерной молнией, пускай остановка была под землей. Вот здесь специальный был ямик для этого, ракеты в трубах уже показаны. И гатчик Копельсера с массовым держателем горизонтальным устанавливался здесь, в том, 10 сантиметров от канала разрядки. Ну, иногда эти каналы молнии не попадали в этот штырь, для этого еще здесь было такое кольцо, полтора метра градуса. Иногда бывает так, канал завершается здесь, в том, где-то он его сносит, и последующий компонент пытается сместиться. Ну, вот тогда вот с помощью этого улавливания типа вот воронки выдавалось, на которые еще сохранят, то есть измерить их параметры. Ну, и для чего это делалось, вот эти измерения полей на очень близком расстоянии, 10 сантиметров? Делалось это вот для чего. Если вот этот цилиндр представляет собой канал молнии, значит, ток в канале молнии не злится, он измерялся. Если бы удалось измерить подольную составляющую электричество поля в канале, тогда вот произведение тока и напряженности поля дало бы мощность на единицу длины канала. Вот произведение мощности на единицу длины канала в то время, получили бы не один разница длины. Ну, внутрь канала попасть не удалось, а вот мы расстоянием 10 сантиметров измерили. И расчеты показывают, что то, что происходит на расстоянии 10 сантиметров для продольного стола, не сильно отличается от того, что внутри канала. Поэтому вот такие взгляды были проведены, расчеты дали значение мощности и энергии на единицу длины канала. Эта энергия нужна для многих партийских приложений, в частности для оценки генерации окислов азота, разряда молнии, что имеет большое значение для оценок мнения канала в частности. Ну и такие оценки были получены. На следующем последнем слайде я покажу результаты. А здесь только еще добавлю, что на сегодняшний день разные оценки этой энергии вагируют два порядка величина. От 10 в 3 джоули на метр, до 10 в 5 джоули. То, что получено у нас, показано здесь. Верхняя панель здесь, это политическое поле на расстоянии 10 сантиметров от канала. Следующая панель, ток, 12 кА для этого конкретного разряда. Дальше мощность и последнее нижнее, это энергия. Для записи электрического поля получился вот такой отрицательный импульс и нисходящая часть соответствует лидеру, нисходящая часть возвратному удару. Но только часть соответствующего возвратному удару, с полной брачкой, начиная со временем 10 микросекунд. Временная шкала 10-5 микросекунд. Ну и пик мощности где-то 5 примерно на 10 восьмой ватт на метр. А для энергии, для времени 55 микросекунд, это между 2 и 3 на 10 в 3. Передумяя отремя, килоджоули на метр. Что очень хорошо согласуется с предсказанием гражданной модели возвратного удар. Ну, на этом, так сказать, повестка оказывается исчерпанная. Я только хочу добавить, что исследование молнии, естественные прибыли, но также длинных иск являются взаимодополняющими. Дополняющими, не продолжаясь, есть надежда, что в будущем получим более детальное представление о процессах ориентировки молнии выбора точек ударов и других молниевых процессов. Спасибо за внимание. Спасибо.